Глава России принял антикризисный план, что подготовлен был правительством страны. Об этом рассказал Антон Сивуанов, российский министр финансов. Всего слов стало понятно, что размер антикризисного резерва, что создан был в бюджете страны, равен 170 миллиардов рублей. Министр финансов России отметил, что для реализации плана по решению появившихся проблем в госэкономике, рост расхода бюджета не предполагается. Главная задача словно на том, дабы не тратить совсем необдуманно суверенные резервы, добавил Сивуанов. Всего слов стало понятно, что этот самый план рассчитан приблизительно на один год. Кроме того, он добавил, что предполагается подготовка реформ по явному улучшению качества бюджета государственного управления, тем, чтобы как-то сохранить личные резервы. На бездефицитный бюджет власти страны ставят перед собой цель выхода к 2017 году при прогнозной стоимости барреля нефти в 70 долларов. Важный тот факт, что 26 января Дмитрий Медведев презентовал главе стране антикризисный план. Владимир Путин отметил, что сами меры, отмеченные в этом документе, для начала обеспечивать должны соцстабильность. Такой цели достичь можно исключить на случай, коль будут сохранены приемлемые параметры экономики, констатировал лидер России, отметив, что речь идет о непосредственном сохранении резервов, уровне внешнего долга, инфляции. Путин выдал поручение правительству в течение 7 дней с депутатами Госдумы обсудить параметры антикризисного плана, отмечает брокер Forex Trend. Редактор субтитров А.Семкин